В 1919 году Резерфорд проводил опыты по бомбардировке атомов азота альфа-частицами. Источник альфа-частиц помещался в камеру, в одной из стенок которой был встроен экран, способный светиться под действием заряженных частиц. При заполнении камеры азотом на экране появлялись вспышки света. В результате этих опытов Резерфорд предположил, что экран светится под действием заряженных частиц, вылетающих из атома азота при столкновении с ними альфа-частиц. Спустя несколько лет превращение атома азота наблюдали в камере Вильсона. Альфа-частицы, двигаясь в камере, ионизируют молекулы газа и создают центр конденсации. В результате образуется трек, то есть след пролетающей частицы. Среди множества прямолинейных треков встречается вилка. Дальнейшие исследования показали, что при столкновении альфа-частицы и ядра азота происходит ядерная реакция, в результате которой образуются ядра водорода и кислорода. Именно ядро самого легкого элемента, водорода, назвали протоном. Масса протона примерно в 1836 раз больше массы электрона.